В этом видео мы поговорим про отличия психологически здоровых людей и в конце обязательно обсудим, как же обрести это психологическое здоровье. Так что обязательно досмотрите это видео до конца. Все мы в общих чертах представляем, что такое люди здоровые психологически. Они не страдают от депрессии и тревоги, не отыгрываются и не срываются на других, счастливы, довольны своей жизнью. Но как им это удается и что делать, чтобы вернуть себе психологическое здоровье? Рассказывает психолог Джоннис Веб. Во-первых, психологически здоровые люди способны рассматривать две противоположные точки зрения. Кто прав, я или вы? Она хорошая или плохая? Вам понравился фильм, да или нет? Вы талантливы или бездарны? Наш мозг стремится разложить все по полочкам, разделить события, явления и окружающих людей по противоположным категориям. Это проявляется, когда речь заходит о том, что мы думаем о себе и своем детстве и как судим о людях вокруг нас. Речь не только об умении видеть, помимо черного и белого, еще и оттенки серого. Человек здоровый психологически способен в ходе спора сказать оппоненту «Мы оба правы и мы оба неправы». Он может в любой ситуации признать, что это одновременно и замечательно, и ужасно. Или что этот человек желает добра, но потенциально может принести вред. Или я одновременно люблю тебя и ненавижу. Или мои родители много дали мне, но и в то же время ужасно со мной обращались. И все это будет правдой. Противоположности не так несовместимы, как кажется большинству. И тот, кто может одновременно рассматривать две противоположные точки зрения, способен объективнее взглянуть на себя, других и любые ситуации, чем тот, кто делит все на черное и белое. Во-вторых, психологически здоровые люди умеют контролировать эмоции в ходе общения. Управление эмоциями – это одно, общение – это другое. Обоими навыками сложно овладеть в совершенстве. Умение взять под контроль гнев и боль, чтобы спокойно объяснить другому, что вы чувствуете, контролировать злость и суметь изложить проблему так, чтобы собеседник ее понял – все это свидетельствует о психологическом здоровье. В-третьих, психологически здоровые люди хорошо знают себя. Вы понимаете причину своих реакций, осознаете, что чувствуете и почему? В чем ваши сильные и слабые стороны? Каковы ваши таланты? Что вы любите? Что вам нужно и чего вы не хотите? Чем лучше мы себя знаем, тем более спокойно способны переносить трудности, лучше умеем прощать себя за ошибки и принимать правильные решения. В-четвертых, психологически здоровым людям комфортно быть с собой. Такие люди способны быть с собой и быть счастливыми. Комфортно ли вам наедине с собой, без развлечений? Способны ли вы быть в настоящем, не беспокоясь о прошлом, будущем и не думать о чем-то или о ком-то постороннем? Можете ли вы просто чувствовать, принять свои чувства и попытаться их понять? И в-пятых, психологически здоровые люди готовы идти на риск. Выход из зоны комфорта требует силы воли и стойкости. Готовы ли вы рискнуть? Сможете ли вы самостоятельно справиться с последствиями возможной неудачи? Достаточно ли хорошо себя знаете, чтобы решить, ради чего стоит рисковать? Сможете ли вы простить себя, если потерпите неудачу? Только сильный человек способен осознанно пойти на риск, а в случае неудачи справиться с последствиями и двигаться дальше. К слову про выход из зоны комфорта, на нашем канале есть отличный материал о том, как же с этой пресловутой зоны выйти и как начать тренировать данный навык. Ссылку на видео оставлю в подсказках и в описании. А сейчас давайте обсудим, как же обрести психологическое здоровье. Вот несколько советов, как это можно сделать. Не стоит так сильно стараться быть правым. Перестав постоянно доказывать правоту, вы сможете взглянуть на вещи по-новому и увидеть картину в целом, а это важнейшая часть мудрости. Вы перестанете делить все на черное и белое, и это позволит вам смотреть и на себя, и на других иначе. Способность видеть противоположности поможет понять вам собственные чувства, которые нередко противоположны друг другу, и лучше понимать других. Учитесь практиковать осознанность. Осознанность – это способность полностью находиться в текущем моменте, направляя все внимание внутрь себя, на то, что вы делаете и чувствуете. Это умение ключевое для понимания и принятия себя. Помимо этого, практика осознанности приносит большую пользу для психологического и физического здоровья, что подтверждается исследованиями. И последний совет – старайтесь иначе смотреть на неудачу. Неудача – признак храбрости. Если вы потерпели поражение, значит пошли на риск и вышли из зоны комфорта. Неудача, если правильно к ней относиться, может многому нас научить. Лучше узнавая и учась принимать себя, развивая осознанность и умение проявлять эмоции в общении, вы охотнее начнете идти на разумный риск и извлекать важные уроки из результатов. Со временем это поможет вам получить опыт и достичь успехов, о которых вы и не могли мечтать. На этом, друзья, наш видеоролик подходит к концу. Я благодарю каждого из вас за просмотр. Обязательно поставьте этому видео лайк, подпишитесь на канал. Впереди вас ждет еще масса всего интересного. Всем пока!